Стоим в очереди несколько часов. Невозможно вызвать врача на дом. Подобных сообщений от ульяновцев в соцсетях предостаточно. Как всё обстоит на самом деле, решил выяснить уполномоченный по правам человека Сергей Люльков. Омбудсмен проехался по городским поликлиникам. Причём его приезд стал для медиков сюрпризом. Есть ли температура? Куда приедут? 103 кабинет. У нас приём в начале. А где он находится? Он с другой стороны здания. В первой поликлинике всё спокойно. На входе меряют температуру. Если повышено, сразу направляют к врачу в специально отведённый кабинет. В других учреждениях также работают доврачебные кабинеты. Но попасть туда могут и пациенты с давлением, и с другими, не связанными с простудой симптомами. По термометрии ничего сложного, чтобы ответственный человек требовал от населения, которые заходят в поликлинику, наличие СИЗов, проверить температуру и обработать руки. В одной поликлинике, я скажу, только устроилась ситуация. В одной поликлинике это на добровольных началах захотел пациент, измерил температуру, не захотел, он дальше прошёл. В одной из поликлиник, а именно четвёртой поликлиника, вообще отсутствовал сотрудник, и термометрия не проводится. А вот по разделению потоков есть вопросы. В одном коридоре в близком контакте сидят как здоровые пациенты, так и больные с температурой. Всё из-за большого количества заболевших и нехватки медперсонала. В некоторых учреждениях болеет до 30% врачей. Но всё же это не повод пренебрегать здоровьем людей. В одной из поликлиник очередь на флюорографию начиналась на улице. Людям пришлось стоять часами. Вот стою на улице, полтора часа. Вы снимали очередь, полтора часа. Очередь движется вообще. То есть, сколько, когда вы заняли учреждение, человек по полутора часа. Вот передо мной было 30 человек. Руководство поликлиники ответственность себя не снимает, но добавляет. Проблема в нехватке места. В учреждении идёт ремонт. Регистратуру пришлось вынести в коридор. Места всем не хватает. Предполагалось, что контракт они должны закрыть 24 сентября. 60 дней было до того, как они должны завершить. Мы очень торопились. Ну, поэтому, чтобы... Понимаю, что вперёд осень, зима и скопление людей, которые будет. Но на сегодняшний день они даже 50% работ не сделали. Надо отметить, что все медики укомплектованы в полном объёме средствами индивидуальной защиты. Проблем с поставками нет. Многих пациентов обслуживают на дому. Однако работы остаётся много. По итогам объезда на имя министра здравоохранения будут подготовлены документы с предложениями по улучшению работы поликлиник. Анна Тищенко, Новости, Улправды ТВ.